за перезапустил но он им ползет значит а на зелнагу процент газ он не добавляет на второй базе я имею ввиду про третьи цели еще пока не идет нет доложил третьи цели а и идет битва и хорошо раз контролирует он сейчас хэппи просто обманул его а появился стимпак и сейчас еще можно ворваться бункер и танчик да и хэппи продолжает двигаться нет отошел старпорт он вернул добавляет два барака начинает под туреть его потому что все таки там будет медваки меди ваки желтый терран ноунейм добавляет две годилки арсеналку потому что у него доделался плюс один и нужна вторая инженерка по идее к этому моменту 86 на 73 у обоих сапплай блок игроков не очень хорошо хэппи дэпэнсица ой летят медива ой 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 не нашел место куда можно высадиться на самом деле всего три марика можно было прям на танк дропаться на бункер он не знал это да на бункер не на танк прямо и там у него видишь еще куча 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 можно не забежать в бежать и здесь устроить шухер там и подошло но уже это была бы победа переводит рабочий сейчас нонейм на третью базу она уже у него готова чуть-чуть впереди он только не надо так делать только не так зачем вот это просто что можно сделать тупее блин нельзя так говорить да это типа не политкорректно не политкорректно наломился пострелять по cc получить от двух танков залп да и потом просто минус 10 лимита просто минус 10 лимита у него была инициатива он стоял он держал и третья база у него стоит думать хэппи как выходить или там дроп да а сейчас пришлось отступить инициатива в чем у самого танки появились он бы просто при приехал с танками а уже мог мог держать сам поставить еще контроль чтобы дропов не было поставить вот эти наблюдательные вышки забыл как они называются радарные 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 да хэппич выходит на третью базу вот кстати он мог ему не дать так вот просто выйти на третью то есть точно бы не дал он бы хотя бы отходил отходил и нам бы время растягивался растягивался перекладывался а сейчас вот по по лимиту ситуация у них равная но у хэппи больше танков и он уже занял позицию соответственно по грейдам уже один один против один ноль а и сейчас хэппи резко начнет догонять по ну то есть перегонять по лимиту потому что у него заработает третья база у него есть вторая аффект и у него рабочих даже больше чем у нонейма как это не удивительно хотя там третья база хотя он строил с третьей это такой же билд на самом деле как ни странно но по апгрейдам вот это самое наверное подрезается танчик они чем-то похожи вот если на меню мапу еще посмотреть такой и не я не можно нарисовать ну по одной страте но третий cc был у хэппи за счет чего в принципе в общем добытых ресурсов у него больше это показывает как раз 4 cc который он ставит уже сейчас вот и по апгрейдам у него есть преимущество это не так плохо но он им как как я думал то есть здесь но просто хэппи хэппи в отличие от многих других российских игроков не крайне с контролем то есть он у него не то чтобы что-то там сверх естественно он просто жестко не косячит то есть использует думает на шаг микроконтроля у нас могут по стратегии о смотри что это хороший замес не раскладывает танки минус танк сразу и делает позицию нонейм это лучше получается хотя вот сейчас зря добежал так ну я про то что танки хэппи они большинство не участвовали в битве то есть перестрелки то были марики на марике марики нонеймом показались круче сейчас нужно оставлять танки небольшое количество мариков и всем нестись на третью базу думаешь вот сейчас бы он его как раз на муве и поймал вот здесь сверху а там но это уже понимаешь чувствовать надо когда противник сваливает да это чувствовать да то есть вот он стоит нужно не дать подкрепу и сам увидеть момент или ты большой дроп на мэйн и свет тут же ложится и на форсаже влетает но тут две туретки и как раз строится строится надо раскладывать и тут все вернулось очень хреново все высаживается танков нету даааа в ужасном месте под сид штанг вот как можно закранить понятно что ему хотелось сделать дропчик но понятно что ну понятно что дропчики должны быть с танками то есть если ты влетаешь ты должен сразу укрепиться разложиться разложиться и чтоб под танки человек не мог вот строение ему мешали ты занимаешь позиции и ему нужно выбивать а так получается он сделал максимально плохое для себя он заперся в туретках под разложенным танком и под подбегающей мошной не полностью высаженными дропами сейчас он конечно раскладывается но хэппи просто отойдет просто обойдет еще и делает дроп двойной на форсаже так правда бац бац кажется увидел ну да видел а вот тут нет это свои маленькие но он увидел свет еще может быть ну четвертая база уже четвертая база у хэппи то есть вот она экономика проходит проходит по низу смотри танчики раскладывает при раскладывает ой щас неудачный не успевает разложиться ой и не разложился ноунейм ёпстудэй просто танки без прикрытия у хэппи хэппи умирает здесь ну правда дропчик идет на третью базу справа ох и она умрет и позиция фиговая смотри как марики умирают проходя вперед с иплая мешали столько эти марики на убивали что говоришь на четвертая база а пятая непонятная опять полетели дропы штампует неплохо хэппич кто то говорил что у него макро нету ммм не слышал не я слышал просто да но здесь здесь последняя атака от ноунейм да ладно не надо никуда куда ты лезешь отдал пехоту ничего страшного да но как танки без прикрытия она и не нужна в этой игре 1-0 ммм да император побеждает ммм также трансляции только на основу но зато лаги у нас прекратились ммм то есть он убрал преимущество по по ошибкам партнера ну точнее противника то есть как первое это налом на цц зачем то когда на третье цц который стоял просто приманивал и два танка распределяли всю пехоту инициативу потерял тогда ноунейм второй раз такая ошибка была глобальная это с дропом ну до этого были небольшие ферстоватости но их можно было опустить то есть ничего там там танк подрезал там танк подрезал ну ладно ничего страшного но вот этот мега обломный дроп это фейл и третье это когда вот он знал что есть там два дропшипа он накинулся но и кинулся на всю армию в этот момент просто дроп на третью базу да там чуть-чуть оставить пацанов было хватило бы этих мариков с двумя грейдами на атаку они могли не дать медвакам так просто дропнуться ну ту редочку можно было тоже поставить но что-то оставить ты же знаешь что хэппи не улетит да ему смысла нет возвращаться этими медваками к танкам ну хотя можно так сделать но обычно как раз делают ставку на дроп атакуя одновременно при этом я думаю что здесь будет бо 5 да да здесь скорее всего бо 5 сейчас я посмотрю по регламенту турнира вся информация о турнире есть прям под чатом ссылочка там есть и и по призовому фонду и по всем прошедшим матчем ааа да финал бо 5 это разумная такая схема человек занял третье место титан получает тех пор насколько я понимаю а сейчас за квоту и за призы сражается хэпич и ноунейм стрим идет только на основу но зато прекратились как вы видели уже лаги я приношу свои извинения нашим премиум зрителям обязательно что-то надо будет завтра особенное приготовить ты зашел да зашел тебя приглашают нет нет у меня ноунейм я не я только через тебя заходил у тебя глухой звук ты видимо микрофон куда-то засунул а если это я что по чаем не хлюпать а ясно ну что тут ну давай пока отчет еще пару роликов посмотрим пара роликов пара роликов пара роликов сил сервис как не соберя кажется сделай потише рекламу там уже сделала она закончилась сейчас будет идет реклама без звука можно поозвучивать или поговорить о чем-нибудь я молчу я молчу ты молчишь я молчу у меня опять что у тебя нет не запускается я хотел посмотреть как она и страничка и с плеером там возможно просто ты качество смотришь другой 480 например у меня 720 720 должно работать да и работает вижу нагрузку хорошую видишь я вижу нагрузку сколько жмешь пять с половиной пять с половиной это выходит пять с половиной пять с половиной гоу да я то рейдер рэд рэдс 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 камон мальчишки и девчонки ту 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 ну и родители зовите раз два три раз два три ноунейм покажи нам чудо может позвонить ему и дать совет не отдавать просто так войска тем более даже мин не было ладно на мине мог бы написать я слил все на мине так нет на муве фактически да 1-0 хэппи играют они а что за карта как называется как называется карта эта карта называется а где посмотреть название карты ну это короче новая карта да 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 ты прав вот здесь рядом нычка широкий проход угу я с ней играл с карты играл ну на каком турнире помнишь ну на запуске ходца за ночь до этого я играл с Дмитрием Терасяном вот он меня почти забрел он рашил два барака а я пошел в четырнадцатый nexus представляешь несправедливость но я отконтролил снял просто всех рабов и через атаку что я мог еще сделать отконтролил кто поверит сидя на полу так что-то не играет они в цц я бы здесь сыграл в цц просто очевидно вторая база подсказывает поставь сюда нычку пожалуйста и побыстрее ну здесь нонейм через газ а хэппич все таки в цц играет но через барак не такой быстро сейчас две ксм встретиться справа поймут что они на противоположных наверно через рипер открываться будет на ней или все таки это факт больше похоже на риперов по таймингу да на лабу похоже такой давай про проверяем а тут не нужно сейчас для рипера лаба а то есть что же я торможил что ж ты так кран заранее что 50 50 точно пацаны тебя не поймут они скажут майкер майкер сколько ты уже в ход сыграешь а все привыкнуть не можешь это будет разборка серьезная серьезная разборка и я бы я я бы на этом месте просто признал поражение заранее я щас даже чатик открою чтобы фидбэк пособирать так здесь тоже будет цц мне кажется и смотри стоит и стоит рабочий который строит фэктори ебстудей он будет чизить он чизер это похоже на минку по фасту да вот чем тебе это напомнило минку ну как чтобы далеко не бежать чтобы не палиться вот минка поближе ну ты смотри там цц это все равно идет и прыг скок контролем контролем а зачем контролить репер выигрывает если один в один и смотри рабочий который ищет 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 эту факту ну давай рипер вниз пожалуйста убей раба убей раба убей раба ну молодец нет не у хорошо хорошо не делай не делай так три хелса его можно починить он сам чинится только главное не стак он он сам чинится ну теперь я про разборку сейчас буду затирать сколько ты уже затернов играл в хоц сегодня минки проверял риперов проверял наверняка у него же регенерация есть через там десять секунд если по нему никто не атакует он начинает жизнь восстанавливать чесовая конечно этот чест ты можешь оставить для бабушки как ты догадался то ну вот потому что ты решил меня причесать эх какой ты ты грамотно как ты все и про эти там красный цвет дает плюс один к атаке это моя тема это не если если хэппи поставил красный на этой карте то он будет на в шести часах обязательно но и более того он играет через цц но это все знают видел же он минки а ноунейм этими минками ничего и не делает а он дропшит летит так странно нужно было тоже прокси ставить в чем прикол то сейчас бы уже дропнул вот сразу а теперь ждем ааааа никуда не заропимся мины ждут так здорово они четвертую не заказываем подсвечивают не ставим четвертую пошел бункер строим ой какая красная точка сбора на второй базе у нунейма ничего страшного ой 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 а его же сейчас минками то задропают кого все закопался ну и что раз минус рабочий два минус еще просветка ничего страшного еще минус рабочий да знаешь как можно сделать вот так вот и все просветка стоит 270 он убил двух рабов минка 75 и 25 ну он правда 3 еще минку калькулирует 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 посмотри на лимит чтоб перед тем как ты за ну поставишь сейчас на на этого самого на ноунейма все свои ггшки так при чем здесь лимит мы конкретную ситуацию рассмотрим конкретная ситуация конкретная ситуация можно минку можно минку да это можно было и цц сделать и потом через факту сыграть это не в этом вопрос ты можешь сравнить минку с дарком что тебе чаще всего нужно потратить просветку для того чтобы увидеть и очень невыгодно получается без рейвена разминировать как то так такая вот мысль мысль то вроде как бы касалась бы правильная но опять же те кто знают они меня сейчас поддержат 1202 человека скажут тебе что если ноунейм положил минки не в одну кучу было бы еще лучше безусловно а поставил бы с одной стороны и с другой и третьей минке если бы копалось вот тогда это было бы в плюс а так как сделал ноунейм слава императору слава императору и все да ну что третья цц отлично меня радует хэппи вот он играет мне нравится когда терна строит цц вот не строит слишком много рабочих а есть ресурсы сразу вложим в цц все равно потом мулами окупим да 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 так и есть так и надо но при этом он еще и думает об агрессии лимит у него хороший у него есть медиваки космопорт делаются танки он в центре между прочим и рассказывает и тут выходит выходит и тут кстати и тут вот сейчас вот главное поднять сначала поймать викинга ой и врывается неплохо неплохо сейчас разложится танк куда ты лезешь бах и все просто подарок судьбы и минус ого ты видел как медвак прилетел кусок вот это да кусок медвака взорвался вот здесь вот долетел до бункера чтоб он дэмэдж наносил как камни ну ты посмотри просто испугал сейчас хэппи такой все это очканул а я пошел обратно в центр он даже куда-то возвращается камни нужно увидеть а ему нужно расчистить завалы у него завал на работе надо вернуться расчистить и смотри как грамотно в этот момент командный центр как раз делается апгрейды делаются вторая инженерка арморе все строится надо добавлять сейчас еще два барака и еще одну перелетать новом цц что ты дротнулся это страшного я тебе рассказал бы чем закончилось есть есть третий цц у кстати и товарища ноунейма у него кроме этого есть апгрейд один один и он делает второй на атаку третий цц полетел он заложил четвертый у него пять бараков и как всегда саплай блок ничего страшного надо просто запомнить что если у тебя саплай блок и есть мана надо кинуть на саплай вот эту штучку и можно будет строить дальше вот в то же время ноунейму на самом деле надо было бы занимать центр потому что у него более мобильные и сильные войска а сейчас просто ух ты тройный дроп и видит видит радарной вышкой не успеет как медленно двигается как медленно двигается а вот у хэпича смотри какой как здорово прикрывает викинг патрулирует справа туреточка стоит все прикрыто проído а тут все блин разводи нельзя сплэшить одного марека не взяли он прямо упал туда блин мне так нравится новая физика в старкрафте он стоял на краю его убили он там прямо перевалился через это ты упал в бездну ты же водер нуоо да раздропался здесь контролируют карту прямо марек стоит на третьей базе Все хорошо Все хорошо Сам себе расчищает камни Я думаю, Хэппи ему расчистит, поможет Но нет, ноунейму приходится Все делать самому По лимиту они равны Летит дроп, и он в курсе, что Туретки там нету Так что пофиг на вышку Занимает центр ноунейм Только почему-то не видно Или видно Занимает, занимает Дроп летит, смотри И такой на стимпаке, жмет Стимпак, а рабочих Увести нельзя Нажать на стимпак можно И тут в центре Беспредел, три марика расконтроливают Одного Битва за Золнагу была Но с другой стороны смотри У нанойм это четвертая ставится Он третью свою справа сделал Она раскачана Правда там мул халтурит Я вижу один На косяк за косяком Ничего страшного Четыре базы Другим мулом окупим И тут хочется сказать Что он сделал после этого сразу Плюс две фэктори И может в перспективе Догнать по танкам Только ему нужно В центре сначала Сдержать Тирана Пока тот перекладывается А потом танков уже будет столько же И давай нападай уже Он унанима по грейдам впереди Смотри он на шаг прям Третий делается Там два-два не готовы И второй играет на технику Тоже делается Там первый только доделывается Здесь он Император обошел Постоянно Еще бараков добавляет И выход сейчас под его базу А он этого Не знает Он идет навстречу Его светят Свет падает на него Он ослепил Но он все равно раскладывается Ах марики получают Вот сейчас можно было Ворваться С таким-то количеством Марпехов Он бы там просто Уничтожил Ничего бы не ушло Просто у хэппи И игры 2-2 на 1-1 Были бы К тому моменту И потом можно было Раскачивать между Третьей и четвертой базой Просто туда-сюда Туда-сюда Где-нибудь продавил бы Но это знаем мы Этот сценарий Можно сыграть будет Конечно же Кстати вот Что хорошо У Нунейма Это то что Он делает Радарные вышки Можно ими двигаться Вперед Хэппи тоже Начал делать Радарные вышки Ему тоже стало интересно Вот И у Хэппи Еще хорошая тема Он расставляет Мариков Там где надо Тут центре битва Наверняка ты просмотрел Не-не-не Видел-видел Там просто Все в огне Танков нету Я не знаю Куда делись танки Вот теперь Как раз у Нунейма Не осталось танков Не У него пришло Дома 4 Нужно выдвигаться И занимать позицию Хэппи Почему-то Боится То есть Ему нужно было бы Двигаться и продвигаться Потому что Он только что уничтожил танки И можно было бы Перекладываться И двигаться вперед И поджимать И занимать позицию И быть крутым пацаном Но он почему-то Решил просто остаться В центре Но у Нейма В этой ситуации Можно приростом Оставаться дома А самому двигаться И сейчас Жать на кнопку Как опасно Обходит сейчас Правей 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 Двигаемся Тебя видят Тебя видят И сейчас Он тоже видит Что его видят Прирост 200 на 200 У пацанов 3 на 2 Апгрейды У желтого тирана В верхнем углу И 2 на 2 У хэпича Ну что Денег то больше Сейчас у хэпи Но На самом деле Деньги сейчас Тут не решают А решает То Кто как Поконтролит И первым Раскладывается хэпи Приходится Оооо Это плохо Это плохо Но в то же время Не просто Позиционочка Позиционочка Можно починить Танчик Кому не лень Кому не лень Так Ну и что И что будет дальше На месте На месте Ноунейма Надо бы забегать В разный Ой-ой-ой На лун